Часть пятая. Святейшему Всероссийскому Церковному Собору Архимандрита Григория Безюковского монастыря Хересомской епархии Спиридона. Исповедь моей души. Беру смелость покорно просить Всероссийский Церковный Собор выслушать исповедь моей души и выслушать до конца. Дело в следующем. Последняя война с немцами произвела во мне коренную переоценку всех моих ценностей. Она перевернула во мне все вверх дном. Все, что прежде казалось мне жизнью, теперь стало смертью. И многое, что казалось смертью, стало жизнью. Эта ужасная мировая война камня на камне не оставила во мне из прежних моих ценностей. Такая коренная переоценка произошла во мне при следующих обстоятельствах. В один из дней военного времени при посещении мною дружин 77-й ополченской бригады, расположенных на разных участках для охраны железных дорог, на одном из таковых в мое присутствие появился немецкий аэроплан с черным крестом внизу. И я весь впился в него глазами. Через несколько минут нижняя часть аэроплана стала делать быстрые уклоны вниз. Это были моменты, когда он бросал бомбы из продольной конечности черного креста. В этот момент мне припомнились знаменитные слова 4-го века «Симпобедиши». Когда я же припомнил эти слова и мысленно произнес их, то вдруг в этот самый момент я понял смысл и значение этих ужасных слов. «Понял и едва не обезумел от ужаса. Да ведь эти слова, симпобедиши, говорил я себе, совершенно тождественны и однородны по своему внутреннему смыслу и значению с третьим искушением Христа в пустыне. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и кому я хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Лука 4, глава 6-7 стихи. В основе всего третьего искушения и в словах «Симпобедиши» лежит одна и та же воля дьявола, стремящегося к тождественному побеждению Христа и к неспровержению его царства на земле, через реальное слияние с идеей земной власти Кесарей и его божественного царства с царствами мира сего. В словах «Если ты поклонишься мне, дьявол ставит условия Христу. Мир и слава его может быть неотъемлемой собственностью Иисуса, если он решится подчиниться духу мира сего и служить ему». Христос, как враг всяких религиозных компромиссов, со страшным возмущением души своей отверг от себя это искушение и, как победоносный триумфатор, торжественно вышел из этого утонченного коварного соблазна. «Отойди от меня, Сатана!» – сказал ему Иисус в ответ. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи». Лука 4, 8. Этот ответ Сатане был живым эхом всей земной жизни Христа. Христос, как в своей личной жизни, так и в жизни своих последователей, никогда не терпел самых малейших компромиссов между исполнением воли своего Отца и миром. Его жизнь на земле была совершеннейшим самоотречением во имя любви к своему Богу. Бог-Отец для Него был бесконечно дороже и реальнее мира и собственной души Его. Точно такой святой жизни Он учил из Своих учеников. Прежде всего, Иисус, безусловно, требовал лично к Себе такой самоотреченной любви, пред которой естественная любовь к родителям, жене, детям и собственной своей жизни в сердце христианина изменилась бы в ненависть к последним. Без такой любви ко Христу никто не может быть Его учеником. Ни один христианин не может быть христианином, если его жизнь в чем-либо разнится от жизни самого Христа. Воля Христа должна быть волею всякого христианства. Христос должен занять самое центральное место в сердце своих последователей. Такую христовую жизнь жили христиане первых трех веков. Для них, кроме Иисуса Христа, не было другого царя и не было другой власти ни на небе, ни на земле. Примат христовой власти, да нам не всякая власть на небе и на земле, Матфея 28, 18, был для них безусловным, живым и непреложным законом в их жизни. Христиане первых трех веков, кроме Царства Божия, которому они принадлежали, как граждане не от мира сего, других земных царств не знали и никаких римских противоречащих Евангелию законов не принимали, и ими в своей жизни не руководились. Для них законом было одно Святое Евангелие и только Евангелие, и им единым они руководились в своей личной, семейной и общественной жизни. Они так любили своего Господа и Его Святое Евангелие, что за самоотверженную любовь свою ко Христу вы всегда подвергались всяким насмешкам, грубым и циничным издевательствам, изгнаниям, лишением собственного имущества, всякого рода пыткам и даже мученической смерти. Несмотря на все это, они всех любили и ни на кого не гневались, ни с кем не судились, не блудили, не разводились в своей семейной жизни, за злобь платили добром, не клялись, никому не присягали, не воевали, от врагов не оборонялись, на народности не делились, за своих злодеев молились и всем людям делали добро. На всех людей без исключения национальности, вероисповедания, пола и возраста они смотрели, как на детей единого живого Отца Бога. Между же собой, связуемые узами любви Христовой, они считались родными и равными братьями. Не мудрено, что они действительно были евангельскую солью земли и светильниками, поставленными на подсвечники, светить всему миру светом Христового учения. Что касается государственных податей, то они платили, руководствуясь в этом повелением самого Христа, воздайте же кесареву кесарю и Божие Богове. Матфея 22, 21 Первые христиане верно различали, что принадлежит кесарю и что Богу. Они знали, что кесарю принадлежат одни только деньги и принадлежат лишь потому, что на них значится его образ и вырезанная надпись. Человек же не принадлежит кесарю. Он, как носитель образа и подобия Божия, принадлежит только одному Богу. Христианин же есть прямая собственность Христа. Он есть цена крови Христовой. Поэтому никакая земная власть не в праве заявлять свои права на человека, а тем паче на христианина. Так смотрели первые христиане на жизнь человеческую. За такую богоподобную жизнь и религиозное свое мировоззрение христиане первых трех веков у земных кесарей не оставались без наказания. На них обрушилась вся лава земной власти. Одни из них горели на кострах, другие же, как священные колосья, падали от меча. Ины на крестах, столбах, в виселицах, в рудниках, заточениях, каторжных работах, в ссылках погибались сотнями тысяч. С того времени, как сатана искушал Христа в пустыне, прошло ровно три века. И вот дьявол снова берет ту же самую идею третьего искушения Христа и через Константина Великого в виде знамения Креста Господня на небе предлагает ее всему христианскому миру с победным лозунгом «Сим победиши!» На сей раз дьявол восторжествовал. Да и было над чем ему и торжествовать. Увы! Христиане четвертого века не устояли перед соблазном этой дьявольской идеи. Они слепо обманулись. С открытыми объятиями они приняли ее за откровение с неба и вследствие этого подверглись страшному провалу. С этого момента закончились золотые дни христианской жизни. Наступила новая эра жизни, когда последовало быстрое превращение христианства из первоначальной свободной религиозной жизни в строго государственное христианство Константина Великого и его преемников в уплой до настоящего времени. С этого момента, ужасное явление в истории церкви, последовало слияние Христа с идеей земной власти Кесаря, царство Божие с царством мира сего, церкви с национализмом, общественного церковного служения с языческим обоготворением имущих власть сильных земли. Слияние это фактически и исторически свершилось в тот роковой момент, когда епископы того времени решились на неслыханное дело. В 314 году, в угоду Константину Великому, этому язычнику в христианской маске или из своих личных корыстных расчетов, в Орле созвали церковный собор и на этом соборе, страшно подумать, предали анафеме всех, кто из христианских религиозных принципов отказался служить в армии. Факт совершен. Синедрион Иудейской церкви заменен представителями христианской церкви. Пилат Константином Великим Голгофа христианской войной. Евангелие отвергнуто. Живой Христос снова осужден на смерть. «Если бы мне доказали, что собор этот не выносил подобного постановления о войне, и он, как поместный, не мог быть решающим органом всей церкви Христовой, то я бы и тогда не успокоился душой. Не успокоился бы душой, потому что не было и нет той церкви, которая бы со времен Константина Великого не воевала бы. В настоящее же время все представители всей мировой христианской церкви не только вдохновляют и поощряют всякую войну, но они даже от лица самой церкви Христовой возводят ее в религиозный христианский культ. Например, военные чудеса, лагерные явления на небе Христа, Божьей Матери, святых, военные чудотворные иконы, молебны и молитвы о победе врагов и так далее. Они от лица той же самой вселенской церкви через причащение святыми тайнами, идущих в бой солдат, посылают и самого Христа убивать людей и быть самому убитым. Может ли быть, что кощунственнее этого? Не Голгофа ли это для Христа? Как только христиане 4 века приняли войну и сделались государственными христианами Константина Великого, то с того момента прекратились и гонения на государственных христиан. Прежде мир ненавидел их, гнал, мучил, как граждан не от мира сего. А теперь сами христиане исключительную дьявольскую жестокостью по благословению духовных представителей Церкви Христовой заливают весь мир человеческой кровью. Без живой евангельской жизни и все церковные христианские догматы стали лишь достоянием ученых богословских диссертаций, вообще книг, и только одних книг, а не самой жизни христиан. По той же самой основной причине распалась и самая вселенская христианская церковь на несколько частей, и каждая часть отрицает одна другую верности своему основателю. Наконец, о ужас, и сам Христос с того момента, как Церковь стала государственным парламентом, стал самым жалким батраком у псевдо-христианских государств. В настоящее время, сравнительно с прошлым, весь мир пошел еще дальше против Христа. С одния сей последней мировой войны, весь христианский мир стал представлять из себя самую ужасную похоронную процессию, которая с ружьями в руках, с обнаженными шашками, пушками, пулеметами, ядовитыми газами, горючими жидкостями на аэропланах, пароходах, поездах, автомобилях, верхом, пешком, спешит как можно скорее похоронить Христа. Вот какие последствия оказались в жизни современных христиан. После всего этого, как-то страшно становится на душе. В самом деле, Христа мы все считаем живым Богом и в то же время в своей жизни его отрицаем. Но почему это так? Почему жизнь христиан так упорно и систематически идет против Христа? Почему христиане исповедуют христову религию и своей жизнью так подло и низко обесценивают? Его ни во что! Почему, наконец, даже такие церковные ценности, как почитание икон, почитание преемственности священства, канонизация святых, церковное духовенство, несравненно выше и необходимее для церковной жизни ставят, чем нравственное учение Христа? Все это легко объяснить. Начиная с того, из самого Константина Великого и вплоть до наших дней, государственная дипломатия мира всего, Святой Евангелие считает для себя за такую опасную анархическую книгу, что ей кажется, мир никогда не знал и не будет знать подобной книги. Учение Христа для государства смерть. А самого Христа она считает за святого анархиста с динамитом в руках. Чтобы сохранить себя и не быть раздавленным Евангелием, государственная дипломатия оградила себя от Христа благодарным церковным духовенством. То же самое и в католичестве. Чтобы своим преступным отношением против Христа не вызвать протеста и оттолкнуть от себя более чутких и более зорких христиан, государственная дипломатия совместно с православным духовенством дали всему христианскому миру бесчисленное количество разных внешних святынь. С этой целью они создали великолепные храмы, внесли в них серебро, золото и драгоценные камни, организовали дивное церковное хоровое пение, внесли самое пышное церковное служение и так далее. Все это делалось и делается с той целью, чтобы всем этим заменить христианам их истинного живого Христа и его евангельское учение. Ничего нет страшнее и опаснее для государства, как если бы люди жили учением Христа. Современное государство самый ярый и жестокий враг Христу, а второй его враг, нисколько не уступающий по своей жестокости и коварству государству, само продажное и торгующее Христом духовенство. Ваше святейшество, до сего дня и я был самым величайшим врагом Христовым. Правда, я с раннего своего возраста верил в Бога, верил в Сына Божия, верил в Матерь Божию, верил в святых, верил в символ веры и верил в Церковь Христову. Но не верил я в евангельскую жизнь, не верил в нее, как в безусловную и непреложную для себя истину, без которой я ни в коем случае не могу быть христианином. В это я не верил. В настоящее же время, в одни сей мировой войны, когда совесть моя ни днем, ни ночью не дает мне покоя, когда она чуть не доводит меня до сумасшествия, когда она призывает на мою душу проклятие неба, когда я решился подать свою исповедь Всероссийскому Церковному Собору с тем, чтобы перед ним покаяться и заявить ему, что я не могу больше верить в Бога, не могу больше верить в церковные догматы, символы веры и так далее, без живой, самоотреченной веры во все принципы евангельской жизни. Нравственная, религиозная сторона учения Христа для меня также цена, безусловно, как и сам Бог. Отказаться от жизни по Евангелию для меня будет равносильно отречению от Христа. Когда я помыслил о своей прошлой жизни, что я делал и как я жил, то мне становится страшно, тяжело и невыносимо мучительно. С моего юношеского возраста я начал нарушать нравственную сторону Евангелия. Еще чаще и сильнее прежнего я нарушал ее в самом зрелом возрасте. Особенно, когда принял монашество и стал иеромонахом. В сане иеромонаха я нарушал ее тем, что я четыре года подряд в Забайкальской области ходил с крестным ходом и в интересах своего епархиального начальства обманывал и обдирал простой люд, торговал молебнами и самым крестным ходом. Выстречал я крестные ходы и в других епархиях, выстречал их чудотворными иконами с мощами святых и все эти крестные ходы преследовали ту же самую преступную цель, что и я. Несколько раз ходил я и в те монастыри и соборы, где находятся чудотворные иконы и мощи святых, да еще каких святых, не мужиков, не простых христиан, а царей, цариц, князей, княгинь, патриархов, митрополитов, архиереев, и там в этих монастырях и соборах я увидел, что вся эта святыня отдана в постыдную торговлю. И великое церковное горе, что из-за этой корысти нередко забывается духовенством живые души посомых, погибающих в неверии и языческой жизни. Этот крестный ход черным пятном лег на мою собственную совесть. Так я попирал нравственную сторону Евангелия Христова. Самым же бессовестным и безбожным образом я сознательно нарушал и нагло попирал ее в течение всей мировой войны в бытность мою военным священником. Перо выпадает из рук при одной мысли только о том, что я делал на войне. Я, будучи священником алтаря Христова, все время войны с Крестом и Святым Евангелем в руках ревностно занимался кровавой травлей одних христиан на других. Я запричастил святыми тайнами около двухсот тысяч солдат, которые от меня шли убивать христиан. Во что я превратил святые тайны? Не в одно ли из могучих средств воодушевления солдат на убийство подобных себе солдат? Через причащение солдат, идущих в кровавый бой, не посылал ли я самого Христа убивать людей и самому быть убитым? Своими кощунственными безбожными проповедями я безумно вдохновлял своих отечественных сынов на бесчеловечное убийство и зверское истребление немцев и австрийцев. с пеной урта я убеждал их в том, что настоящая война есть Божье правосудие над тефтонами и мы русские вкупе с верными нам союзниками в настоящее время являемся в руках Божьих грозным всеистребляющим орудием его праведного гнева на горду и властолюбивую Германию. Поэтому мы должны считать своим священным долгом без всякой пощады убивать немцев и железной рукой уничтожать и сметать их с лица земли как самый вредный элемент человечества. Я мастерски подтасовывал евангельские тексты и исторические факты с той целью, чтобы перед судом христианской совести воинов не только оправдывать эту народную бойню, но и придать ей характер чисто религиозно-нравственный. Действительно, проповеди мои имели сильное влияние на солдат. Побывавшие на них солдаты становились точно разъяренные голодные львы. Такая сильная работа происходила на этапном пункте города Холма. В том же самом духе, хотя далеко слабее, я продолжал свою работу в первой школе прапорщиков Юго-Западного фронта и других многих частях войск. христиан каким я стал безбожным и бесчеловечным палачом многих и многих христианских душ. Теперь же, после появления немецкого аэроплана с черным крестом внизу, за все мои военные подвиги совесть моя беспощадно меня мучит. Особенно меня мучит смертельная тоска по живому Христу. Я ради интересов государства своей русской нации и личной жизни давно отрекся от него. Исключая детство, почти вся моя жизнь была одним сплошным отречением от Господа. Только с раннего своего детства и до 20 лет своей жизни я горячо любил Христа. Были моменты, когда я растворялся и уходил в Христа, сгорая в нем пламенную любовью к нему. В то время я доходил до такого духовного состояния, что даже каждая былинка травы, каждый цветочек, каждый лесной кустик, всякое насекомое, весь животный мир, поля, леса, горы, земля, реки, облака, солнце, луна и все звезды говорили мне, смотри, в каждом из нас есть Христос, и я действительно во всем этом находил и ощущал своего возлюбленнейшего Господа. С того времени, как я беззаветно любил Христа, прошло ровно 23 года. Эти годы ужасны. Они из себя представляют бездну зла. Они были сплошным отречением от Христа и ревностным служением князю мира сего. В настоящее же время Христос опять овладел мною. Я его люблю по-прежнему. Он опять стал мил и близок моему сердцу. Я жить без него больше не могу. Он для меня все. Поэтому я ради Христа отвергаю и всем своим существом отрицаю всякую земную власть мира сего. Мой царь, правитель и законодатель только один Христос, ибо ему дана всякая власть на небе и на земле. Матфе 28, 18. Ради Христа я отвергаю и всем своим существом отрицаю все существующие римские языческие законы, легшие в основу христианской семейной и общественной жизни, и считаю их за действительную волю князя мира сего, властно преследующего имя Христа и его святое Евангелие. Для меня как христианина безусловный живой закон Святое Евангелие и только Евангелие. Ради Христа я отвергаю и всем своим существом отрицаю всякое государство и всякий национализм. Для меня как христианина мое Отечество весь мир, люди же дети одного Отца, Бога, между собой они родные кровные братья. Ради Христа я отвергаю и всем своим существом отрицаю и проклинаю всякую войну со всеми ее свойствами, принадлежностями, церковными благословениями, молитвами и молебнами о победе врагов. И все это я считаю явным и сознательным отречением от Христа и его евангельского учения. Ради Христа отрицаю и всем своим существом отвергаю и проклинаю все свои военные проповеди, и считаю их за открытую вражду и измену Христу и его святейшему учению. Ради Христа и святости и чистоты евангельского учения я отвергаю и всем своим существом отрицаю и проклинаю преступное постановление о войне Аральского собора 314 года и считаю это постановление измену Христу и открытым отречением от Евангелия ради Христа отвергаю отрицаю и проклинаю смертную казнь и считаю ее отречением от Христа и его святого Евангелия ради Христа истинного моего законодателя я отвергаю и всем своим существом отрицаю всякую присягу и считаю ее измену своему Господу коему я одному и однажды в жизни присягал в Таинстве Крещения ревнуя о чистоте и святости славы моего Христа я отвергаю и всем своим существом отрицаю то церковное общественное богослужение в коем имена сильных мира сего чаще произносятся чем имя Сына Божия и в коем духовенство молится опособите и покорите поднозе всякого врага и супостата о христолюбивом воинстве и так далее все это я считаю гнусным и преступным языческим облаготворением сильных мира сего и отрицанием Евангелия ради Христа отвергаю и всем своим существом отрицаю ту сторону современной церковной жизни которая сознательно идет в разрезе с волей Христа и его божественным учением наконец все то что противно Христу и враждебно его святейшему евангельскому учению я отвергаю и всем существом своим отрицаю после всего мною сказанного я в заключение сей моей исповеди должен сказать следующее Христос вот уже 16 веков находится закованным в страшные канделы государственной власти и все время содержится у нее в качестве самого опасного узника временами даже все государство нисколько не стеснялось делать Христа жертву своих интересов как на это смотреть нужен ли нам Христос или нет что для нас дороже Христос или государство ведь двум богам мы служить не можем конечно если мы действительно веруем во Христа и считаем его за живого христианского бога то мы должны все лечь костьми за него и освободить его от эксплуатации государством ведь если же находим что для нас государство церковная наша власть народный почет церковная слава сан чины ордена сытая беспечная жизнь богатство деньги и так далее дороже и выгоднее Христа то значит мы представляем из себя не только нехристиан и нехристианских пастырей но какое-то церковное скопище одних предателей Христа из самых гнусных его изменников ничего нет преступнее подлее как в одно и то же время быть служителем алтаря Христова пастыря церкви Христовой проводником его учения в народную церковную жизнь считать себя блестителем законов Христа и во имя земных мирских корыстных целей сознательно предательски относиться ко Христу и изменять его святейшей воле вот самая основная причина почему я счел для себя своим прямым христианским долгом покаяться в своей против Христа преступной жизни и раз навсегда словом и делом отречься от тех кумиров мира сего которые из христианской жизни не только собой вытеснили христианского бога но что ужаснее они почти всем христианским миром почитаются за самое высшее божество и во имя этого божества христиане вот уже 16 веков сознательно на его алтарь приносят не только свою собственную жизнь и жизнь своих детей но даже христианскую религию вместе с ее божественным основателем господа нашим иисусом христом ваше святейшество вы являетесь ныне совестью всей нашей русско-православной церкви и на ваш суд я несу исповедь своего сердца призванный служить церкви христовой в священном сане я желал бы отдать этому святому делу все свои силы но совесть моя болит и от сознания ошибочности того пути каким я шел в недавнее время и от тягостного сознания что в христианском мире и в самой церкви нашей порою Христос спаситель наш и его святой евангелие отодвигается в сторону и в жизни не только царят нередко но и благословляется от имени церкви многое такое что противоречит и учению нашего господа и голосу нашей христианской совести молю и прошу святейший собор церкви российской своим авторитетным словом и решением успокоить тревогу моей души и думаю не только моей но и многих алчущих и жаждущих божьей правды на земле